20 марта отмечается экологический праздник – Всемирный день лягушки. К этому событию библиотека номер 7 посёлка Маймаксанского лесного порта подготовила видеопрезентацию «Весёлая Ква-Квампания». Есть много способов отпраздновать этот день и внести свой вклад в сохранение лягушек. Можно узнать больше об этих существах, поделиться фактами, которые вы узнали с друзьями, а можно почитать познавательную книгу или сказочную историю. Сегодня мы предлагаем вам небольшую подборку сказок, посвящённых этим удивительным созданиям природы. Лягушки не только плавают в болоте и прыгают по кочкам, они иногда и летают, а ещё они предсказывают погоду и могут вызвать самую настоящую грозу. Забавные истории о лягушачьих приключениях написали для детей Всеволод Гаршин, Леонид Пантелеев, Константин Паустовский, Клавдия Лукашевич. И все эти истории можно найти в книге «Лягушачьи приключения». «Квакша» – интересная сказка, созданная Константином Паустовским. Эта сказка не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. В ней рассказывается о древесной лягушке, обитающей в саду возле дома. В этом доме жила маленькая девочка вместе с дядей и отцом. Лягушка днём ютилась в погребе, так как стояла нестерпимая жара. Однажды от голода квакша съела у рыболова Глеба дождевых червей. Она долго трудилась, пока стащила марлю, потом залезла в банку и начала есть червей. Она так увлеклась, что не заметила, как в погреб спустился Глеб. Вытащил её из банки за задние лапки, вынес во двор и решил её проучить. А вот что вышло из его затеи, узнаете, прочитав эту поучительную сказку. За свою короткую жизнь Всеволод Михайлович Гаршин успел создать лишь один дом рассказов и несколько замечательных сказок. Самой известной из них стала «Лягушка-путешественница». Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров в домашку, весною громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно, конечно, в том случае, если бы не съел её аист. Но случилось одно происшествие. Однажды в то самое болото, где жила лягушка, спустилась целая стая уток. И вот, наслушавшись рассказов этих уток про тёплые страны, лягушка тоже захотела отправиться на юг. Ведь там мошек и комаров целые тучи. А как же может лететь лягушка? И на этот вопрос она придумала целое изобретение. Как она отправилась на юг, вы узнаете, прочитав книжку «Лягушка-путешественница». Ну так вот, сказал папа ёжик, сказка эта называется «Серая звёздочка». Но по названию тебе ни за что не догадаться, про кого эта сказка. Поэтому слушай внимательно и не перебивай. Все вопросы потом. «А разве бывают серые звёздочки?» Спросил ежонок. «Если ты меня ещё раз перебьёшь, не буду рассказывать», ответил ёжик. Но заметив, что сценишка собирается заплакать, смягчился. «Вообще-то их не бывает. Хотя, по-моему, это странно. Ведь серый цвет самый красивый. Но одна серая звёздочка была». Сказка из «Серая звёздочка» – это история жабы. Когда она появилась в саду, цветы спросили, как её зовут. И тогда она ответила, что не знает. И цветы очень обрадовались и решили сами придумать ей имя. Ведь они видели, глаза жабы излучают неземное лучистое сияние. Поэтому с собранием растений сада дружно решено было называть жабу только серой звёздочкой. И никак иначе. Жаб-жабыч родился не в родном болоте, а в стенах научного института. Можно сказать, в пробирке. И вырос из малюсенького лягушонка в здоровенного лягуха. Но в голове у него кое-что было. Во всяком случае, чтобы сбежать из лаборатории и попроситься жить в хорошую семью. Он пришёл жить в один небольшой коттедж на окраине города. Там проживали некто Устиновы. Папа, мама и мальчик Владик. «Я у вас буду жить», – сказал жаб-жабыч папе. «Не возражаете?» «Где?» – поразился папа. «Да хоть вот здесь», – гость показал на собачью будку. «Я буду дом охранять». И даже мама полюбила это некрасивое по человеческим меркам существо за простодушие, доброту и умение ладить с детьми. Если кто-то любит читать истории про чудищ, то обязательно надо прочитать сказку «Тёмной-тёмной ночью». Одной тёмной-тёмной ночью лягушонок возвращался в свой пруд после долгой зимы. Ветер жутко завывал, когда он увидел, что кто-то страшный притаился в зарослях. Наверное, это водяное чудище. По крайней мере, так подумал лягушонок. Он скорее схватил фонарь и побежал обратно к своим друзьям. «Там чудовище в пруду!» – закричал он, заикаясь от страха. «Не может быть!» – недоверчиво размеялся ёжик. Но лягушонок всё дрожал, как осенний лист. «Ну, хорошо!» – сказал ёжик рассудительно. «Пойдём посмотрим вместе». Сможет ли лягушонок добраться до дома мимо чудища? Или просто «У страха глаза велики»? Обязательно надо почитать и узнать, правда ли «У страха глаза велики». Эта история случилась в Большом пруду, где деревья щекочут ветками облака, и среди высокой травы прячется незаметная тропинка, которая ведёт к Зелёному пруду. Там живёт маленькая лягушка, которая больше всего на свете любит считать. Она каждый день считала уток, которые прилетали лакомиться в прибрежной осоке. Однажды она посчитала всё вокруг, и больше считать было нечего. Чем же теперь заниматься маленькой лягушке? Может быть, мудрый рак сможет дать ей дельный совет, которому она отправилась за советом? О том, как обитатели Зелёного пруда смогли побороть скуку благодаря находчивости маленькой лягушки, вы узнаете из сказки писательницы Екатерины Панфиловой. Родился лягушонок за городом в пруду. Он рос у папы с мамой всё время на виду. И громче всех он квакал и прыгал далеко, но было папе с мамой с ребёнком нелегко, потому что это был очень упрямый лягушонок. И вот однажды решил он убежать. Пусть взрослые лягушки сидят себе в пруду. Когда я нагуляюсь, тогда домой приду. Интересно, что стало с глупым упрямым лягушонком, который никак не хотел слушаться папу и маму? Прочитайте эту книжку и узнаете, что бывает, когда ты очень упрямый и непослушный. Лягушки удивительные создания. Они могут быть зелёными или коричневыми, а могут оранжевыми в крапинку. Они плавают и прыгают, а ещё ползают и даже иногда летают. Они беспомощные малютки и прожорливые хищники. У них нет когтей и клыков, но некоторые из них считаются самыми ядовитыми позвоночными на планете. Они очень разные, но их ни с кем не спутаешь. В познавательных книгах собраны самые интересные и удивительные факты о жизни лягушек со всего света. Прочитайте эти книги, и вы узнаете много удивительного и интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok